Да, чтобы прийти к Богу, пройти новую жизнь. Жизнь наш ДНИЕ! Вот, и я очень часто скажу, что здесь сегодня в Общественной Пятности празднуем день поклонения, день учителя. Завтра праздник. Праздник, который называется Вьяса Пуджа. На санскрите Вьяса Пуджа – это поклонение Вьясу. Об этом мы чуть позже поговорим, но сейчас песня о Гуру. Шигуру Чарна Паттама пели? Уже пели, да? Тогда мы поем петь специфическую песню, которая называется «Кришна Хоть и Чат Турмукка». Какая страница? Поскольку у нас сегодня день, так сказать, праздник день Веды Вьяса, день духовного учителя, то большинство людей знают два паяна Веды Вьяса. Также многие знают Будду, Шак-Ямуня, два паяна Веды Вьяса, того, кто записал все Веды. Но нам следует помнить, что с нашей точки зрения развитие человечества началось с развития полиграфии, живописи, письменности и так далее. Но не с ведической точки зрения. Ведическая точка зрения рассматривает эпоху письменности как эпоху деградации. Потому что письменность – это вспомогательный инструмент. Мы считаем, что мы великие люди, поскольку обзавелись компьютерами. Но ведическое мировоззрение считало, что йог – это человек-компьютер. Он сам уже по себе должен все помнить, все понимать и совершать сложные вычисления. Поэтому ведические вычисления с помощью пальцев, на пальцах считается… Все храмы были построены с помощью того, как человек считал все алгоритмы вычисления на пальцах. И говорил – это так, это так, это так. Нам же нужна бумага, мы записываем, у нас аутизм. Поэтому веды не считают, что великая эпоха пришла с появлением записи. Но, тем не менее, веды также не отклоняют идеи того, что ведовьяс, который был великим мудрецом и обладал адваягьян, одной единственным целостным знанием, пришел и записал это целостное знание. Но в силу того, что люди уже утратили способность осознавать целостное знание, он был вынужден разделить его на разные аспекты. Как мы приходим, например, учитель физики, химии, математики. Но, тем не менее, мы знаем, что такие люди, как Ломоносовы, были физиками, химиками, математиками, при этом музыкантами, танцорами, писателями, поэтами. Поэтому многие ученые, они не были зациклены лишь только в понимании одной науки. Скорее, наоборот. Скорее, каждая наука имеет связь с другой наукой. И в этом состоит ведическая идея. Ведическая идея истины состоит в том, что вся истина взаимосвязана между собой. Поэтому с ведической точки зрения нет разницы между наукой и религией. Потому что и то, и другое объединено в целом. Поэтому в религии, в Шамадбхагвате мы увидим, например, процесс творения материального мира, то есть физику, метафизику, химию. Например, время описано как процесс соединения атомов. А атомы как микрочастицы, которые связаны, мы знаем, что каждый атом обладает божественной природой. Таким образом, есть некий прах, виртуальный строительный материал. Знаете, как 3D принтеры появились. Нужно много праха и немножко идей. Поэтому 3D принтер не работает без софта. Мы загружаем в первую очередь туда реальность, которая связана с полигонами, с цветом, со всем остальным. И прах материал. Поэтому, когда мы рассматриваем этот мир, он состоит из множества разных идей. Но объединён он прахом. Поэтому, когда там сгорает тело или сгорает дерево, мы видим, что это пыль, прах. Но, тем не менее, сознание может превращать прах, который, по сути дела, даже развеивается, то есть даже прах распадается в ничто. Сознание способно превращать ничто, придавать ему удивительные формы, удивительные смыслы, переживания и вкусы. И всё это связано с высшей реальностью. Таким образом, веды показывают нам, что существует единое целостное восприятие знания так же, как существует единая целостная жизнь. Люди говорят, вот это моя духовная жизнь, вот это моя материальная жизнь. Это идея неофита. Неофит только может говорить духовная и материальная. Тот, кто обладает божественным сознанием, он видит, что всё пронизано божественным. Сверху и снизу. Всё прописано божественным. Таким образом, нам следует признать тот важный факт, что мы обладаем несовершенным зрением, мы обладаем несовершенным видением. И в силу этого несовершенного видения, в силу этого несовершенного зрения, мы разделяем на духовное, материальное, на научное и религиозное. Вот здесь я пришёл, Богу отдал долг и пошёл домой наслаждаться с друзьями. Понимаете, да, какое у нас мировоззрение? Надо пойти Богу отдать долг. Современная религия привела к тому, что нужно отдать Господу долг, потому что если ты не отдашь, то долги надо платить. Понимаете, да? Но ведическая религия не рассматривала таким образом. Недавно я общался с друзьями, они мне рассказали один анекдот, и я его немножко-то придумал. Вот там Господь сидит в своём мире, вдруг... Он говорит, кто там? Ну, ему предный говорит, там к вам пришли атеисты. Он говорит, скажи им, что меня нет. Ну, это анекдот. А я уже додумал другим образом. Я говорю, ну, как предный может сказать? Он говорит, ну, как же я могу сказать, что вас нет, когда вы есть? Он такой, ну, ладно, я пойду сам скажу. Потому что мои преданные, да, там им говорят, там, отвергните и вы спасёте. Помните, да, как обычно, откажитесь от своих духовных идей, вы будете жить. Они говорят, мы не можем, нам лучше умереть. Поэтому преданный, он не может пойти и соврать. Да, то есть он считает, что это самое. Ну, Господь может соврать. Ну, потому что он Господь, он может дать своё слово. Но он думает, как бы мне к ним выйти? Ну, в чём? Ну, Кришна, да, по крайней мере. Он думает, как Кришна, я не могу к ним выйти, это слишком моя сокровенная форма. Ну, как Будда, я могу прийти там. И он не просто говорит, меня нет, он говорит очень красиво. На самом деле меня нет, потому что нет ничего в этом мире. Ну, и он начинает говорить какую-то идею, хотя Будда никогда не отвергал личностного аспекта Бога. Это нужно понять, что Бог... То есть, если мы будем смотреть, например, наставление Будды, не его учеников, которые, собственно, построили всю уже дальнейшую философию, а Будды самого, мы увидим, что он очень тактично говорит о духовном. Например, когда ему говорят, а жертвоприношения описаны в ведах. Будда говорит, мало ли, что в ведах описано. А вы квалифицированы к этому, к их пониманию? Они говорят, нет. Тогда Будда говорит, зачем вам тогда веды, если вы даже не квалифицированы к их пониманию? Будда не веды отвергает. Он говорит, что вы не квалифицированы к их пониманию, потому что вы читаете веды, а видите там только низменные вещи. Поэтому такие веды должны быть отвергнуты. И таким образом мы видим, что Господь, он может проявлять себя различным образом, но при этом он всегда проявляет себя в разных обликах. И слово Будда – это будха, от слова будхи – мудрость. Он приходит как учитель. Но учитель иногда говорит какие-то вещи, и иногда учитель может говорить неправду. Правда или неправда – это только внешний аспект. Например, иногда правительство дает дезинформацию. Это происходит в тех случаях, когда дезинформация помогает людям. Например, если всего рассказать правду об обвале экономики, то у людей еще большая паника начнется. Тогда говорят, что экономика идет вверх. Тогда люди начинают верить в это, и благодаря этому экономика постепенно исправляется. Поэтому в тех или иных случаях правда крайне… Скажем так… Поэтому веды говорят, говорите правду, когда это красиво. Правда – это опасное оружие. И можно девушке сказать, у тебя горбатый греческий нос. Так? Просто горбатый вороний нос. Или сказать, у тебя очень красивый греческий профиль. Да? Это… Одну и ту же вещь можно сказать человеку совершенно в разном умонастроении и разным образом. Поэтому веды… Веды говорят не только, что… Кто говорит? Что говорят? А они говорят, кто говорит и зачем? Да? То есть, для обманщика, чтобы обмануть кого-то, в первую очередь нужно сказать человеку правду, чтобы он поверил. Но для Кришны, который обладает высшей любовью и состраданием к живым существам, как мать, он может обмануть сначала ребенка, но чтобы дать ему самое высшее. Поэтому мы всегда сводимся к тому, а кто источник, кто первоисточник, кто говорит, кто выпрошает, каков первоисточник. И в этой связи мы будем вынуждены рассматривать поток истины, всегда связанный с личностью. Не может быть, что истина исходит не из истинной личности. Если истина исходит из личности, которая не истина, значит, это ложь в той или иной степени. В мире двойственности так оно часто и происходит. Но возникает тогда следующий очень важный вопрос. Если для того, чтобы вещать истину, человек должен быть полностью совершенный, то мы и слушать истину, человек тоже должен быть полностью совершенный. Мы с вами все должны встать и выйти. Это будет пустое место. Каждый из нас осознает свое несовершенство. И тогда возникает внутренний вопрос, который мы задаем сами себе. Первый. Имею ли я право говорить о совершенстве, будучи сам несовершенным? И второе. Имеет ли право человек, будучи несовершенной природой, слушать о совершенном и оставаться при этом несовершенной личностью? И тут возникает две градации. Первая градация. Если мы осознаем себя прозрачной средой, то в этом смысле мы спасены. Потому что среди всех бойцов, которые претендовали на положение воина-дракона, панда был самым неквалифицированным. Помните, да? То есть были гораздо более выше, чем кунг-фу панда. Но, тем не менее, Господь, будучи высшим драматургом, определяет иногда своего героя самым несовершенным. Почему? Потому что, чтобы остальные сказали, а, я же лучше, чем панда. Но я не воин-дракона. Я лучше, умнее, квалифицированнее. Но драматургия в том, что я-то не предался. Какой-то медведь безмозглый, он стал великим. Почему? Вы помните, первое, медведь встретил учителя, который стал изучать медведя и понял, что нормально учить невозможно. Тогда учитель нашел ключи к нему. Учитель понял, что я использую его слабости, чтобы создать его силу. Это первое. Второе, да? И второе, если вы помните панду, то он всегда преодолевает, потому что он помнит всегда о своем учителе. И мы видим, что совершенное может наделить несовершенное способностями, но от совершенного тоже что-то зависит. А что от него зависит? Вера и предание. Таким образом, веды говорят, что если человек предается высшему миру, то высший мир может использовать его, несмотря на то, что он несовершенный. И в этом наша величайшая с вами надежда. Поэтому, когда мы говорим о положении духовного учителя, о том, что такое духовный учитель, то мы помним, что это абсолютное положение, оно безграничное. В конечном итоге мы помним, что духовный учитель – это то, как Господь приходит к каждому из нас. И принцип гуру проявляется везде. Первый гуру – это мать, которая рождает тебя. Если бы ты родился, тебя бросили бы в капусте – не так. Первый гуру – это мать, потому что она дает тебе жизнь, молоко. Второй гуру – это учитель, который учит тебя и сказал крохо, что такое хорошо, что такое плохо. Третий гуру – это тот человек, который, может быть, заставляет тебя исполнять свой долг. И так ты будешь идти в мире гуру, ты будешь постоянно находиться под влиянием какого-то гуру. И в высшем смысле, когда ты достигнешь высшего сознания, ты увидишь, что удивительный принцип гуру работает таким образом, что ты будешь способен учиться у всего. В Шамад Бхагаватам в одиннадцатой песне, не в первой, не во второй, не в третьей, а в одиннадцатой, когда уже все высшие идеи рассказаны, только в конце Шамад Бхагаватам описывается Аватхуд, у которого двадцать четыре гуру – бабочка, стрела, пчела, девушка, небо. Чего он учился у неба? От неба он понял, что всегда существует глубже идея, чем твоя. То есть, человек смотрит на небо и думает, да, глубина неба безграничная. Мы всегда говорим, а сколько вашей религии лет? А вам? То есть, если мы верим все относительно себя, тогда, конечно, что-то тысяча лет будет старым. Но если мы меряем относительно безграничности и понимаем, что мы имеем дело с безграничным, тогда мы будем вынуждены принять другие принципы постижения реальности. Поэтому, например, размеры божеств никогда не говорят, вот такой Кришна, вот такой вот. Говорят, вот так вот. То есть, безграничное дошло вот до такого, вот настолько сузилось, понимаете, да? Говорят, у вас какие божества, у вас безграничное какого размера? Мы говорим, вот такого, вот почти в человеческий рост. Вот, интересно. Но, как правило, если мы будем искренне смотреть, мы увидим, что Кришна, как правило, является очень небольшим. Никогда божества Кришны в хорошем месте, в приличном, а это значит, у святых, они не будут больше, чем человек. Они всегда будут меньше, чем человек. А знаете почему? Вот Будда может быть огромным размером с гору, а вот Кришна всегда будет меньше, чем человек. А знаете почему? Потому что только, когда ребенок маленький, нам хочется взять и прижать его к сердцу. Чем меньше ребенок, чем он беззащитней, тем больше искренних чувств мы можем проявить к нему. Поэтому Кришна всегда является в беззащитной, прекрасной, совершенной, личностной форме. Только для того, чтобы мы могли его обнять. Никто никогда не строит из Вайшнава в храм Кришны, там, вот Будду строит, там, в Китае. Вот он с гору, он больше, чем с гору. Но это имперсональная идея. А личностная идея, бхактия, это когда объект любви, он меньше, слабее и прекрасней. Поэтому Шридхар Махараш сказал потрясающую вещь. Он сказал, вы белые люди, ничего в любви не понимаете. Вам кажется, что в любви должно быть двое возлюбленных. Но это иллюзия. Это правда, что должно быть двое. Но есть только вещь. Объект любви возлюбленный и тот, кто любит. И тот, кто любит, должен быть один. И любить можно только то, что бесконечно выше, чем ты. Поэтому ведическая идея любви, в том числе у японцев, любить так, что объект любви не знал, и умереть с этой любовью. Как сказал Гегель, это то, что отдать себя в жертву во имя объекта любви, и через это обрести себя вновь. Поэтому Шридхар Махараш сказал, у нас, в нашем понимании любви, должен быть один, кто пожертвовал собой. И, увы, это только положение, ну, с высшей точки зрения женского начала. Хотя в «Титанике» все наоборот, если вы помните. Но с точки зрения трансцендентного, отношение Радхи и Кришны – это Радхарани. Она полностью жертвует собой ради Кришны. Через это она обретает себя вновь. И через это мы говорим «Радха Кришна». Мы не говорим «Кришна Радха». Никогда. Радха Кришна. Почему? Потому что Кришна восприятие начинается исключительно с жертвы. Не существует Кришна восприятия с удовольствием. Понятно, да? В этом мире мы хотим воспринимать что-то, что приносит нам удовольствие. И мы задаем вопрос «А это красиво? Это вкусно? Это хорошо?» Это принесет мне удовольствие? Но когда речь идет о Кришне, мы должны сказать так. Однажды, когда Кришна увидел свое отражение в полу, он упал без сознания. Когда Кришна увидел свое отражение в колонне, он захотел обнять колонну. Кришна настолько прекрасен, что он покоряет самого себя. Я задаю вопрос. Когда мы открываем алтарь божества, что мы видим? Видим ли мы того самого Кришну, который «Я чама сундрама чинти гуна сварупа» Непостижимая форма красоты? Нет, мы не видим. Но описания говорят о том, что в данном случае, когда речь идет о поклонении, когда мы приходим в храм безграничной красоты, то речь идет о том, что мы приходим к нему, чтобы он увидел нас. И если мы приходим к нему, если он видит нас, если эта бесконечная красота связана с тем, что мы поклоняемся ему, он видит нас, тогда все встает на места. Да, у меня нет глаз, чтобы увидеть его. Но я верю, что он меня увидит. И если он меня увидит, то все будет прекрасно и хорошо. Поэтому в этой связи мы помним о том, что веды дают нам такое обещание. Веды говорят Что говорят веды? Они говорят о том, что мы помним о том, что взгляд Господа, милостивый взгляд Господа всегда смотрит на нас. До тех пор, пока существует солнце, существует способность видеть. Веды говорят Мы не говорим о том, как являет себя Божественное. Мы всегда говорим о... Мы не сомневаемся в том, что Божественный мир существует и Господь существует. Но мы всегда говорим о процессе. Как это воспринять? Как совершенное может явить себя несовершенному? Но еще более глобальный вопрос, это как несовершенное, которое обладает несовершенными чувствами, может постичь. В материальном мире у нас есть эталоны. Часто в России говорили, вы ели что-то слаще паренной репы? Если вы не ели что-то слаще паренной репы, мне трудно объяснить вам, что такое французское слово «мармелад». Потому что вы всегда будете сравнивать со своим опытом. Поэтому Писания призывают нас... Они призывают нас отбросить собственный опыт. Не существует ограниченный опыт в постижении безграничного. Поэтому принцип Бхакти не состоит в том, что я накапливаю некий духовный опыт в процессе некой духовной практики, и благодаря этому некому ограниченному духовному опыту я постигаю Божественное. Это не так. Сила души состоит в ее слабости. Единственное, душа должна осознать, что по своей природе она зависима. Она всегда зависит от внешних обстоятельств, от природы, от погоды, от времени, от других живых существ. Но все эти зависимости, такие как наркозависимость, экономическая зависимость, социальная зависимость, это все внешние зависимости. Это зависимости от негативного мира. Но удивительное качество души, что душа обладает полной зависимостью от любви и красоты. По своей природе душа обладает полной зависимостью от Кришны. Иными словами, у души есть один важный потенциал, который делает ее бесконечно прекрасной. Как только душа видит прекрасное, она полностью становится рабой этого прекрасного. И в этой связи величайшая удача в том, что Господь открывает, что Он Кришна. Я могу заставить всех кому угодно поклоняться мне или кому чего угодно под дулом пистолета. С помощью денег под дулом пистолета, мотивация славы, чего угодно. Любого человека заставить можно делать все, что угодно. Но Чанкази сказал, не Чанкази, а Хусейн Шах сказал потрясающую вещь. Он был Хусейн Шах, который пришел и захватил Индию. С оружием, с мечами, сжег, запугал всех индусов и утвердил свою власть. Но в это время пришел Чайтанья. Чайтанья пел и танцевал. Хусейн Шаху шпионы доложили, что по улицам Индии бродит Саньясия, который поет и танцует, и сотни тысяч людей бегут за ним, как будто сумасшедшие. Тогда Хусейн Шах решил узнать больше о том, кто это такой. И он вызвал Рупу Госвами, который в то время был министром финансов, а Санатан был премьер-министром. Он вызвал двух величайших братьев и задал им вопрос. Он сказал, скажите мне, кто это такой Кришна Чайтанья? И поскольку Рупа и Санатан понимали, что имеет дело с мусульманским султаном, который захватил Индию, жесточайшим человеком того времени, для которого одним взглядом можно было вырезать целые провинции, у которого были смертники, патаны. Помните, смотрели фильм «Триста спартанцев», когда персы захватывали орды, пришли, они захватили просто индийские поля, людей. Поэтому для них убийство неверного – это было вот так вот в те времена. Рупа и Санатаны очень сильно испугались за Чайтанья Махапрабу и стали отговаривать с султанами. Они сказали, Ваше Величество, много ли всяких факиров болтается по улицам Индии? Йоги, факиры всегда одурили народ – это циркач. Он циркач? И в чем же его цирковая программа? Мои шпионы сказали мне, что эта личность, которая пришла, поет и танцует, и люди, видя его песню и танцы, в слезах идут за ним. Они забывают, как их зовут. Они забывают, что они с одним тапком вышли из дома, видят его, очаровываются и идут за ним неделями. Вы скажите, что это циркач – дешевый трюк. Я видел много циркачей. И он сказал, если вы хотите знать мое мнение, я вас не пригласил, чтобы вы меня отговаривали. Я пришел вам сказать одно очень важное мнение и написать одно очень важное правительственное постановление, тайное. Они были в шоке, потому что они подумали, вот-вот вдруг он направит армию на его уничтожение и так далее, там, убийц. Хусейн Шах сказал им следующее. Если бы я не платил своим людям зарплату шесть месяцев, те же самые великие воины ислама, потаны, которые несут мои знамена, пошинковали бы меня на капусту, на пирожки. Я управляю деньгами, террором, политикой, хитростью и вручением новых земель, титулов, престижем. И я знаю, как тяжело всеми этими средствами манипулировать людьми, хотя я управляю их пороками. Я знаю, что один тщеславен, я ему даю титул, другому я даю знанием какому-то маулес брату, я даю знанием великого богослова, который не заслуживает даже тройки в Медресе. Я знаю, как манипулировать людьми. Но когда речь идет об этом Кришне Чайтане, я скажу такую вещь. Слушая о своих шпионах, о его удивительных качествах, я могу сказать такую вещь. То, что Коран называет Кодой, а Веды называют Богом, не зашел в этот мир, поет и танцует. Теперь пишите мое секретное распоряжение всем постам. Ни в коем случае не затрагивать никаким образом санкирты нарушить Чайтане. Игнорировать. Делать вид, что вы ее не видите. Слушать Харе Кришне, но ни в коем случае не повторять. И тогда санта сказал, вы только что повторили Харе Кришне. Он сказал, тогда напиши, не повторяй, что он говорит. И таким образом султан выпустил тайное распоряжение, что все должны игнорировать и делать вид, что Бога нет. Поэтому, когда мы начали с вами сегодня говорить с анекдота, кто там неверующие? Скажите им, что меня нет. И в этой связи мы можем сказать, что султан обладал высокой духовной прозорливостью. Он смог распознать по милости Господа, который пребывает в его сердце, что личность, которая не зашла, не является простым факиром или йогом, чудотворцем. А это сам Господь, который пришел, чтобы раздать према Санкиртену. Но султан осознавал одну очень важную вещь. Несмотря на все свои богатства, царство и положение фактически Бога в этом мире, сильный мир из всего, президент и стран, он прекрасно понимал, я не достоин этой любви. Хотя моя карма, моя судьба позволяет мне стать богатейшим человеком этого мира, контролировать весь этот мир одним своим взглядом, но при этом я не достоин божественного. Еще есть удивительная вещь. Люди, которые были Рупа и Санатана у него на службе, это был великий Рупа Госвами и Санатана Госвами. Их звали Дабир Каса, Сакар Малик в то время. Исламские имена. Это были умнейшие люди империи. Когда они услышали очайтань, они бросились, сбежали все и стали странствующими нищими, великими учителями ваишнавизма. И они понимали, что те сокровища духовной жизни, которые они обрели по милости и шечетаниям Хапрабу, это сокровища, которые не стоят никаких сокровищ этого мира. И таким образом они передали это великое послание через свои книги, через свою проповедь, через свою жизнь. И сейчас мы говорим о том, что существует День Учителя. Шрицхар Махараш говорил удивительные вещи. Он не говорил о том, что учитель – это абсолютное положение. Шрицхар Махараш говорил, что учитель – это всегда относительное положение. Это как мать с детьми. Она должна себя контролировать. Мать с детьми может сказать, дети, не ешьте сладкое, никогда сладкое не ела. Это будет правда? Или мама может сказать, я никогда не получала двойки, вы что? Я никогда себя так плохо не вела. Это будет неправда. Но в отношении с детьми это будет правда. Когда она будет одна со своим мужем или с друзьями, или с подругами, она может вести себя совершенно наоборот, противоположно. Но когда она будет находиться в обществе детей… Поэтому мать прекрасно делают дети. Мать дисциплинированная делают дети. Но у матери есть одно ограничение. Когда учитель пребывает без учеников, он ученик. Пожалуй, самый лучший в классе. Когда учитель пребывает с учениками, он как мать, которая с высшего уровня должна опуститься на самый начальный уровень и сказать им, что такое хорошо, что такое плохо, что такое вкусно, что такое невкусно. И знаете, как мама говорится с ребенком. Чем меньше ребенок, тем больше мама использует примитивных концепций. Но когда ученик вырастает, то мать может поделиться с ним очень глубоким опытом. Взрослому сыну она может говорить какие-то совершенно глубокие вещи, субъективные вещи. И ее общение станет совершенно другим. Виджай Роман, он всегда раньше советовался со своей матерью. Это вовсе не значит, что мать говорила какие-то, как там, всевидящие, какие-то вещи, да? Но мать, она всегда из категории любви может дать нам что-то, что заставит нас мыслить по-другому, что заставит нас рефлексировать. В психологии удивительная вещь. Доктор показывает человеку картину и говорит, что вы чувствуете. И каждый человек начинает объяснять то, что он чувствует в этой картине. Хотя эта картина может быть три клякса. Поэтому, когда мы говорим о духовном общении, речь не идет о том, что мы слышим сейчас. Я услышал для себя очень важную вещь, вот эту. А кто-то скажет, а я для себя вообще другие вещи услышал. А кто-то скажет, я вообще ничего нового не слышал. Нет, нет. Речь идет о том, что мы с вами рождены только для одной вещи. Поиска истины, и мы пытаемся во всем разобраться. Но вторая правда состоит в том, что очень трудно найти истину. И очень трудно самому во всем разобраться. И поэтому мы всегда нуждаемся в высшем сознании. Поэтому веды говорят, бхактия саджатая бхактиям. Бхакти исходит из бхакти. Любовь исходит из любви. Вы не сможете одарить кого-то любовью, если вы никогда никого не любили. Вы не сможете одарить кого-то знанием, если сами знанием не обладаете. Не может дурак проявить глубокий интеллект. И незначительные изменения могут быть очень незначительными. Мы говорили о том, что душа обладает уникальными 50 качествами. Дальше Шива Татва. Потом Вишну Татва. И Кришна, который обладает уникальными 64 качествами. А 62 качества – это качество Баладева. Кришна и Баладева почти близки. Два качества. Ты скажешь, два качества? А что это такое? Я могу привести пример. Часто люди говорят, что душа почти божественная. Если вы знаете, кто такие Дауны, то вы понимаете, что Дауны отличаются от людей только двумя хромосомами. Знаете об этом? Видели лица Даунов? Две хромосомы. Две хромосомы – и все уже изменилось. Если две хромосомы могут изменить что-то глубоко, то нехватка божественных качеств, которые обладает Джива, ставит ее полностью в зависимое положение. И с другой стороны удивительная вещь. Когда Джива объединяет свои удивительные качества с Кришной, душа становится столь прекрасна. Из смертного она превращается в бессмертного. Из полностью зависимого она может стать матью Ишоды, от которой зависит Кришна. Представляете, Кришна зависит от матери Ишоды. Полностью причем. Иногда мать Ишода пытается связать его веревкой и думает, почему же не хватает двух пальцев. В четыре раза не хватает двух пальцев. В три раза не хватает двух пальцев. Она думает, неужели Кришна так растолстела, пока я его вязала. Но два пальца. Кришна всегда будет на два пальца безграничнее, чем твоя веревка. И в конечном итоге мать Ишода настолько злится, что Кришна подчиняется гневу ее любви, и она тут же его связывает. И наши учителя говорят, каково положение занимает мать Ишода, если она в состоянии связать верховную абсолютную личность веревкой, и верховная абсолютная личность будет испытывать при этом счастье, а мать будет испытывать величайшее удовлетворение. Однажды, когда гопи жаловались на Кришну, что он ворует, мать Ишода сказала, я не могу вам поверить, что мой сын ворует. А знаете почему? И они спросили, почему? Мать Ишода открыла кладовку, и кладовка была забита йогуртом, сладкими шариками самого высочайшего качества. И она сказала, вот поэтому я не могу поверить, что мой сын ворует у вас. Я знаю мой йогурт. Но гопи сказали, нет-нет-нет, здесь не идет процент жирности или сладости. Вы не понимаете, здесь речь идет о другом. Он любит приходить в наши дома. Он сказал, тогда оставляйте подношения в своих домах. Гопи сказали, это тоже неправильно. Он не просто любит приходить в наши дома, он любит тайно проникать в наши дома. И он любит воровать. И если речь идет о качествах, то вы должны понять, что для вашего сына ворованный йогурт в миллионы раз слаще, чем тот, который у вас есть. Тогда возникает идея о том, что Господь является похитителем сердец. Знаете, чем Кришна? Он, Кришна, расставляет на каждого свои капканы. И он убедительно ждет, когда украсть твое сердце. И после того, как он ворует твое сердце, надо понять, что Кришна не просто ворует сердца, он коллекционирует их и разбивает. Он сначала ворует сердце преданного, потом он смотрит, как преданный бегает и мечется по этому миру и начинает искать его. Что твое сердце уже украдено, но ты еще не нашел меня. И он понимает, что когда преданного сердце украдено, постепенно... Поэтому Писание говорит как? Если вам посчастливится, что Кришна похитит ваше сердце, постепенно он украдет у вас все. Вы потеряете все в этом мире. Вы потеряете все, что будет казаться вам удивительным и прекрасным, будет потеряно. Даже не сомневайтесь. Золото покажется вам грязью. Что-то красивое, материальное покажется вам нелепым, бессмысленным, пустым. А что привлекательное, то, что привлекает всех материалистов, то, что они обсуждают, там гламурные новости, покажется вам такой бессмысленной мишурой, что в этом удивительное качество Кришны. Захватывая сознание, мы потеряем вкус к этому миру. Единственное, что нас держит в этом мире, это вкус, низменный вкус ко всему остальному. Если бы у нас не было этого проклятого низменного вкуса, мы бы давно с вами все очистились, но поскольку этот низменный вкус, поэтому он удерживает человека. Вот сейчас я пришел поклониться Господу, а вот сейчас я буду наслаждаться для себя. Но когда он думает о наслаждении, он понимает, что это нелепо. Все, что я делаю, это нелепо. Это не является наслаждением, скорее всего является страданием, попыткой выжать из себя какие-то эмоции, переживания, что бы это ни было. И тогда человек говорит, ну все, ничего в этом мире нет, счастья в этом мире нет, надо пойти в монастырь, получить отпущение грехов, упоение, успокоение. Это еще одна смешная история. Почему? У Панишады говорят, вы созданы для любви. Если бы Кришна хотел упоение и умиротворение для вас, вы бы стали Буратино. И то, если вы поймете, что будучи поленом, Буратино постоянно искал расу, золотой ключик, сверх идею. Не смотря, что у него было маленькое деревянное сердце, он был с Мальвиной, с Пьеро, с Артемоном и так далее. Он бежал от Карабаса-Барабаса в чудесную страну. И даже жизнь Буратино, это жизнь полная эмоций, переключений. Камень. Стать вечным, жить долго, а как камень. Это вы хотите? Стать камнем? Ничего не чувствовать. Ни боли, ни хорошего, ни плохого. Ни спать. Просто быть. Или дерево. Но Писания говорят, это низшая энергия. Если в этом стоит суть духовной жизни, то зачем тогда жить? Поэтому Писания говорят, раша джигьяса, поиск расы, поиск взаимности, поиск возлюбленного. И в этой связи единственный, кто может быть нашим объектом, это Кришна. Единственный объект. Если бы все было по-другому, тогда было достаточно Будды, Иисуса Христа, Аллаха. Понимаете, да? Но как говорил великий Сократ, помни всегда, этого недостаточно. Поэтому не ставь себе никакой планки меньше, чем Кришна. Любая планка меньше, чем Кришна не сможет до конца развить потенциал твоих взаимоотношений. Потому что Кришна – это единственный, с кем ты сможешь обмениваться расой и обитателей духовного мира. Даже Вайкунта – две с половиной расы. Там нету отношений возлюбленных. Дварака, где обитатели Кришны по праву являются его женами, услышали о том, что у Кришны есть таня с раса, и они просили, когда встретились с обитателями Вриндавана, покажите нам хоть что-нибудь. И обитатели Вриндавана, как гастроли, они сказали, хорошо, мы вам покажем кусочек, как мы танцуем с Кришной. И когда обитатели Двараки, жены Кришны, которые спят с Ним в одной постели, ну, удивлены тем, что по ночам он бредит именами других женщин, гопи и коров, Представляешь, да, там Кришна до жены дотрагивается? О, буренка! Он назвал меня тёлкой, коровой. Он ей там… Вишака, это ты? А что у него есть другая женщина? Знаете, да, каждый же думает… Они думают, о чём бредит наш муж по ночам? И им рассказали, вы знаете, там не всё так просто. Там, где изначальный мир Кришны, там Вриндаван, он же не царь, он в целом пастух. Там происходит какой-то удивительный open air, удивительный танец. И тогда они сказали, мы хотели бы краешком глаза посмотреть на это. И когда они увидели танец расы, они были настолько глубоко подавлены, обитатели самого высшего плана бытия, Двараки, они были настолько подавлены, они были в шоке. Они сказали, никогда ничего… Запомните, каждая из жён Кришны – это богиня процветания. Это уровень выше, чем богиня процветания, выше, чем Лакшми Вайкунты – жёны Двараки. Они сказали, никогда ничего более подобного мы даже не могли себе представить. Хотя Кришна живёт в их доме, они каждый день с ним пьют, едят, выращивают совместных детей, играют, поют, танцуют, но никогда в жизни они не могли представить, что столь удивительная реальность существует во Вриндаване. И тогда им сказали обитатели Вриндавана – о, это лишь жалкое шоу, это лишь небольшой фрагмент. Вы никогда не поймёте, что там по-настоящему до тех пор, пока не попадёте туда. Даже тот опыт с помощью самадхи, трансцендентного погружения в высшую реальность на этом плане бытия не стоит одной капли Вриндавана. И тогда возникает вопрос, недавно я задал Госвами Махараджи вопрос, почему Кришна? Потому что кто-то мог бы сказать, да, ребята, мне из Шивы хватит, мне лишь бы свалить отсюда. Кто-то свалил в Америку, кто-то в Болгарию, кто-то в Грузию, кто-то ещё куда-то. Кто-то свалил в Сочи из Магадана. Поэтому почему мне не свалить в какую-то периферийную сферу духовного бытия и оттуда уже начать эмиграцию? Например, сада Шива Лока или там мир Вайкунты. Лишь бы вообще свалить из мира материи и смерти. Вы знаете, меня даже райские планеты устроят. А если честно, то если сейчас можно трёхкомнатную квартиру где-нибудь в Испании, ничего не делать и небольшая пенсия в евро, я в принципе готов отречься прямо сейчас. Если вы реально будете подписывать её, покажете мне, что это всё есть, то я вот это снимаю сейчас, вот это всё снимаю. Сейчас, если ещё будет нормальная девушка такая с хорошими формами, лет двадцать помоложе, то начнём новую жизнь. Вы шутите, но Кришна делает такие предложения регулярно. Поэтому не следует думать, что Кришна никаких предложений не делает. Ты говоришь, Кришна, я на самом деле люблю тебя. Он говорит, может быть, тебе квартира в Испании? Можно. Поэтому, почему Господь обманывает, потому что Он тестирует каждое живое существо. Он будет смотреть, ты действительно хочешь меня, но ты скажешь, а как я знаю о тебе? Я думаю, что я не тебя хочу, я думаю, что я хочу вот то материальное ощутимое. Тогда Кришна говорит, не, нифига, я тебе не дам материальное. Ты будешь нищей, горбатой, страшной моей возлюбленной. Как это было с Пингалой? Она родилась страшной, горбатой, но в Кришной ливе. И в один момент Он сделал её самой прекрасной возлюбленной. Но это не сегодняшняя история. Почему Он? Он говорит, понимаешь, если я дам тебе слишком много шансов в этом мире, то ты не сможешь, ты забудешь обо мне. Но если я у тебя отниму всё и оставлю тебе только себя, как единственную надежду, тогда я смогу сохранить твое сердце. И поэтому ради этой любви нашей с тобой, будущей, не сейчас, сейчас у тебя вообще никакой любви ко мне нету, я лишаю тебя всего. Это его, это правда. Кто-то может посмотреть за зеркало и сказать, да я не такая уж страшная, как мне пообещал, а тут хорошо. тогда я скажу тебе, вспомни мои слова через двадцать, тридцать, десять лет. Я смотрел уроки рисования, там говорится, когда человек стареет, у него нос становится больше. Знаете об этом? Смотришь на девушку, вроде нормальный нос, а в старости вот такой вот. То есть вы должны помнить, чем вы стареетесь старше, тем уши, нос, вот эти глаза, клыки появляются. Ну вот, вроде на ребенка смотришь, но не было ни у кого такого носа, вот. А в старости вот такой вот. Знаете почему? Потому что время неутолимо берет свое, и Кришна, он не сразу же все отнимает у человека, только очень удачного человека он отнимает все сразу же. Потому что Кришна говорит, я дам тебе то, что защитит то, что у тебя есть, если ты предашься мне, и дам тебе то, что не достает. Я знаю, что ты еще не готов к подлинной божественной жизни, поэтому я буду тебя вампирить по кусочку. Сначала у тебя заберу это, потом заберу молодость, потом я у тебя заберу надежды. Я буду забирать у тебя постепенно, с каждым годом по чуть-чуть. Но если тебе повезет, ты встретишь подлинного духовного учителя, то у тебя есть будет возможность все отдать самому. Тогда процесс произойдет гораздо быстрее. И тебе придется отдать своему учителю молодость, красоту, знания, интеллект, силу. Вот нам скоро приедет Бхакти Лолита, девушка с Аняси. Я помню, когда она пришла в 64-й Сарасатмат, она пришла до меня первая. И она уже тогда носила оранжевые одежды с Аняси. Она приняла Анясу в 23-24 года, может быть 25. Сейчас ей 45. 20 лет. 20 лет. 20 лет она пришла с гуру. У нее было не то, что там картиночка куру, которую надо... Когда хочешь сам поесть, ты сначала должен ему показать то, что ты хочешь поесть. Вот он занавеску... Настоящий гуру. Но когда я спросил, она мне сказала такую вещь. Иногда, чем дальше, тем ближе. Она сказала, я не считаю, что каждый получает милость гуру, если только живет с ним в Индии вашими и 24 часа ему служат. Скорее всего, в моем случае, это исключение, которое подтверждает правила. Потому что наше гуру понимание изначально, это некое что-то, что для нас, что мы используем. А у вас есть гуру? Конечно, есть фотография. Покажу сейчас. Какой красивый. Ой, какой интересный. То есть, это нечто объективное. Поэтому в материальном мире наше представление о гуру – это одно. Но Писание описывает гуру... Писание не согласно с нашей точки зрения. Они говорят, что Господь принимает определенную форму и приходит за нами. Гуру – не человек. Поэтому гуру таттва писать невозможно. Все скажут, а кто такой гуру? Инопланетянин? У него там крылья и улетел с воронами, сел вместе. Нет. Подобно тому, как царь – один из людей, но его жезлом вершится закон. Подобно тому, как Христос, как Спаситель, приходит и говорит, я – Альфа и Омега. «Вы знаете, товарищи израильтяне, сегодня для вас я единственный шанс». А прибегают священники и говорят, а Христос говорит, а это забудьте. Это вообще не для вас. Это ветхий, старый завет. Будет новый завет. Люди... Петр, он ловил рыбу, он сказал ему, пойдем со мной, я научу тебя ловить людей. Это гораздо интереснее. Стать проповедником лучше, чем рыбаком. Принцип тот же самый, азарт такой же, но улов гораздо интереснее. Иуда тоже был близким учеником. Очень близким. И при этом мы понимаем, что послание Христа столь высоко, что он говорит, ребята, это не я, это Отец меня послал. То есть, если вы думаете, что я занимаюсь здесь каким-то дешевым самоутверждением, то вы глубоко ошибаетесь. Я здесь лишь только потому, что Отец. И в принципе, если отцу будет приятно, чтобы я погиб, для вас, то это мой долг. Как человека мой долг наслаждаться, но как гуру я не могу не погибнуть. Я должен это сделать. Потому что я могу требовать с вас только то, что я могу сделать сам. Я не могу требовать с вас того, чего я сам не выполняю. Это будет не искренне. И тогда он погибает. Ему очень больно. Это не значит, что у него анестезия или кого-то. Поэтому возникает вопрос, что лучше терпеть – разлуку с Господом невыносимую, которую испытывает преданный, или этот мир без Господа? Материалист не думает, что он страдает. Он говорит, я не страдаю. У тебя все хорошо. Новые ботинки, машина, жена, любовница. Когда я страдаю от жены, я иду к любовнице. Когда от любовницы страдаю, я иду к жене. В остальное время иду на работу. Материалист, он думает, что он счастлив, что у него есть это, то, еще что-то тайное. И он не страдает. Но это не так. Поэтому Писания, они говорят о том, что для того, чтобы человек понял, что он страдает, чтобы он понял, что он страдает, он должен что-то сравнить. Вы что думаете, что те, кто родились в тюрьме и всегда жили в тюрьме, они знают что-то другое? Да они там счастливы. У них там светлые дни. У нас есть один преданыш, Яма Сундер. Его папа был немцем. И за это его посадили. Он родился. Посадили в 1939 году его маму перед войной. И он родился в тюрьме. И до смерти Сталина для 50 какого-то года он сидел в тюрьме. Он родился, воспитался и осознал себя в тюрьме. И вы что думаете, он не играл в тюрьме в какую-то деревянную палочку, не испытывал счастья? Конечно, испытывал. Но он не мог представить себе, где он доходится до тех пор, пока он не вышел из тюрьмы. Когда он увидел, что здесь все по-другому. Поэтому, когда писания говорят о мире материи, мире смерти, мире страдания, они говорят это для определенных реализованных людей. Кто скажет, я на дискотеке хожу, какие страдания, я вам новые ботинки купил. Я так счастлив сегодня. И в этой связи писания, они предлагают нам поверить. Они говорят, единственное, что у тебя есть, это вера. Если ты еще пока не понял, что писания говорят правду, но если ты поверил, ты это увидишь. Но мы не можем поверить чему-то абстрактному. Мы должны поверить какой-то личности. И в этой связи наш поиск всегда будет в том, что мы будем всегда искать личностей. Личности, которые несут это в своем сердце. Личности, которые вдохновляют нас. Нам всегда нужны какие-то идеалы. Сначала это какие-то актеры, музыканты из журналов, какие-то там портреты, вырезки газетные, герои фильмов. Мы в целом с вами созданы для культа личности. Только есть одна проблема. Нужна верховная личность Порушоттума. Знаете, да? Культ личности – это когда несовершенное поклоняется несовершенному несовершенным образом. Это материя. Демократия. В центре стоит человек какой-то несовершенный. Религия. Частичная религия не может быть совершенной. Ни материалистический гуру, ни материалистический священник, ни материалистически поклоняющийся не могут достичь совершенного поклонения. Поэтому существуют этапы эволюции, духовной эволюции. И в этой связи, на этом я заканчиваю, мы вынуждены искать гуру. Это наша внутренняя потребность. Одна из самых важных потребностей человека – это поиск духовного учителя. Но каждый раз, когда мы будем с чем-то соприкасаться, мы должны помнить, что этого понимания недостаточно. Поэтому, когда ушел наш духовный учитель в Индии, мы сидели небольшой группой. И Джанадан Махараш, один из самых старых саньяся нашей мессии, которому уже под 70 лет, он сказал очень глубокую вещь. Он сказал, мы жили так много лет с этой святой личностью, но так до конца не поняли, кто он. И в его словах я понял истину. Это было гораздо больше истины. Он сказал, мы знали его как великого поэта, мы знали его как великого йога, мы понимали, что каждое его слово… Нет, но он не сказал этого. Он сказал, мы жили с трансценденталистом, но, увы, так и не до конца не поняли, кто он. И вот в этом было гораздо больше понимания, чем в любых других словах. Поэтому духовный путь, духовная эволюция – это процесс прозрения. Это процесс трансформации. А помните о том, что драматурки говорят очень важную вещь. Характер меняется только в обстоятельствах. Вы можете кричать, что вы не взяточник до тех пор, пока вам взятку не предложили. А знаете, как правильно взятки предлагать? Есть специалисты, которые так дают взятки, что отказаться невозможно. А вы только можете сказать, что вы никого не предавали, потому что у вас не было возможности предать. Принц и нищий, там король Филипп, там один персонаж говорит, я друзей не продаю. Потом он сказал, за пять фартингов. За шесть продам любого друга, за пять нет. Это ниже моего достоинства. Я начинаю продавать друзей от шести и выше. Вот поэтому в этой связи мы всегда помним о том, что у каждого из нас есть определенная цена. И до тех пор, пока мы не будем обладать полностью сознанием Кришны, высшим сознанием, мы не сможем стать подлинными патриотами духовного мира. Это зависит от общения. И вот поэтому мы сегодня с вами празднуем такой небольшой праздник. Шарики воздушные. Заранее, может быть, немножко, потому что он будет в понедельник. Это называется День Духовного Учителя, Вьяса Пуджа. Мне посчастливилось сродиться в этот день. Поэтому я всегда говорю, я знаю, что я несовершенная личность, но, по крайней мере, поскольку я родился в День Духовного Учителя, я знаю, что в этот день не мой праздник, а праздник Духовного Учителя в целом. Ну вот. Вьяса – это безграничный трансцендентный принцип. И когда пришел Шичитане Махапрабу, они решили тоже провести Вьяса Пуджу, так же, как мы собрались. И в этот день поклоняются Вьясу, Гуру Пуджу. Поклонение Гуру – это естественная потребность каждого живого существа, только через поклонение приходит истина. Мы не сможем ее взять, отнять, получить, купить, только отдавая пол в свое сердце, мы можем обрести. И тогда возникал вопрос, кто будет проводить Вьяса Пуджу и как ее проводить? Там было Шичитане Махапрабу, Адвейта, Нитянанда, еще Шивастакур и еще, может быть, десятка-два Махабагават. Не Махабагават, а освобожденных душ, которые пришли из Духовного Мира. И тогда возникает вопрос, а как они проводили Вьяса Пуджу? Ну как, мы проводим Вьяса Пуджу, все понятно. Мы там поем, что-то там хлопаем, поклоняемся, предлагаем святым. Но они решили провести ягию, такую очень популярную ягию, но потом поняли, что мантры никто не знает. Это обитатели Духовного Мира. И тогда сказали, что может быть Чандрошикара Ачарио, Ачарио Чандрошикара, пошлем за книжкой. Ну и решили послать его за книжкой. Он побежал за книжкой, но, как всегда, книжку надо было найти где-то там. Он бегал по всему на Вадвипа, у кого там, так сказать, священное писание, а это только у каких-то Смарта Брахманов, а поскольку там были только чистые преданные, то пришлось искать священное писание очень далеко. И, в общем, он пробегал все события за книжкой. И когда поняли, что книжки не будет, яги не будет, Чандрошикара не будет, а мероприятия как-то проводить надо, раз собрались, это как в итальянском фильме, мы, говорит, собрались на похороны, нужно тело. Ну вот, решили провести похороны, так же самое. Решили провести в яс и пуджу, но нужно было как бы в яс. Все, кто там были, там были учителя всего человечества. Представляете, когда учителя всего человечества собрались проводить День Духовного Учителя, то учителям всего человечества было очень сложно между собой. Нужно было определить, кто наибольший учитель всего человечества. И, в конечном итоге, гирлянду Нитанда Прабу одел наше читание Махапрабу и все захлопали. Ну вот, все поняли, что мероприятие дошло с самого пика, все было сделано идеальным образом, и все закончилось. Все радостно разошлись и сказали, это был прекрасный праздник Духовного Учителя. Мы не сделали ни яги, не провели никаких ритуалов. Мы просто одели гирлянду на Махапрабу, потом спели киртан, и это самое главное. Поэтому, если учесть, что сегодня мы также проводим Махапрабу, гирлянду уже на меня одели. Ну вот, одень ее на Вежа Романа теперь. Да, одень на него. Вот, поэтому с этой точки зрения мы можем сказать, что мы принимаем... С другой стороны, я могу сказать еще одну короткую вещь. Любой адекватный человек будет в шоке, когда ему предлагают цветы гирлянды, тем более мужчины, тем более в России. Это не принято у нас, вешать цветы, гирлянды там, водка там, хлеб, соль, еще нормально. Вторая ситуация. Ни один трезвомыщущий учитель никогда не думает, что он учитель. Вайшнавы думают так, я самый падший, самый несчастный из всех людей. Но тем не менее, из них мыслящих, самых падших и несчастных, мы понимаем, что есть целая структура, они подчиняются друг другу. Одни падшие и несчастные говорят, я подчиняюсь ему, он мой гуру, он цель моей жизни, он единственный, кто даровал мне сознание Кришны. Вся любовь, все, что у меня есть, есть только у него. И поэтому любой ученик, он также думает о своем учителе, как об абсолюте, но при этом он понимает, что несмотря на то, что у меня есть связь с подлинным духовным учителем, я ничего не сделал. Я ничего не смог отдать. Я пока только брал и брал и брал и брал и наслаждался положением поглощающего, употребляющего, но я чувствую, что один день в жизни я что-то отдам. Так думал Шила Прахупада. И поэтому Кришна удивительным образом действовал через него. Поэтому мы понимаем такую вещь, что в первую очередь каждый преданный, он предан какому-то другому преданному. Иначе преданности нет, это абстрактная преданность. Если ты не предан какому-то преданному, значит в твоем сердце нет преданности. Сам Кришна говорит, я не верю Кришнаитам. Маг Бхакта, Пранам Бхакта, а вот то преданное моего преданного, я тому верю. Это то, с чего начинает Бхакти Сидан Тасваддакур свои комментарии к Шмат Шичитане Бхагавату. А Раданам Сарвишам Вишну, А Раданам Парам, Тасмат Парам Тарам, Диви Тадиянам Самарчанам. Когда Парвати спрашивают Шиву, а кому поклоняться лучше всего? Он говорит, Вишну А Раданам Парам, поклоняйся Вишну. Она говорит, ну я же не поклоняюсь Вишну, я поклоняюсь тебе, ты мой господин, ты мой муж, ты мой супруг, ты господин. Господь Шива, он говорит, Тасмат Парам Тарам Диви Тадиянам Самарчанам. Если ты поклоняешься кому-то, кто дорог Вишну, это лучше, чем поклоняться самому Вишну. Ничего не существует выше, чем подношение чего-то Вишну, в особенности пищи. Но если пищу, поднесенную Вишну, подносят Вайшнаву, это является маха-маха-брасад. Поэтому мы никогда ничего не подносим Вишну, мы сначала подносим Гуру, Гуру подносит Вишну, потом Вишну возвращает это, Гуру это принимает, и только потом принимаем мы. И если нам посчастливилось, есть остатки пищи Вишну, поэтому все нормальные преданные, они в конце едят. Потому что они знают, что это самый нектарный просад. Они не бегут первой на кухне, они говорят, ну, первая, вторая, третья. Вот когда уже все учителя поедят, вот тогда этот просад, он уже одухотворен. А иначе это вожделение. Я как собака вожделею что-то, я хочу что-то, утащить кость у Кришны какую-то. Но таково мышление великих святых. И на этом мы закончим наш сегодняшний день. Сегодня такой день. Шила Абадутма хорошо как-то сказал о том, что если ученик плох, то это не значит, что плох учитель. Но если ученик замечательен, то сколь замечательен его учитель. И мы видим, как Шила Гавинда Махараж, он сияет окруженной славой своих паришадов, своих спутников, таких как Шила Абадутма Хараж и многих других. И сегодня мы также празднуем в Ясапуджу, день явления Шила Абадутма Хаража, который так исторически сложилось. И я думаю, что не просто так, что он явился в день явления Шила Вьясадевы, изначального духовного учителя. Сидение, на котором сидит духовный учитель, называется Вьясасана, место Вьясы. И в личности духовного учителя мы поклоняемся изначальному гуру, мы поклоняемся Вьясадеву. И Шила Гавинда Махараж дал очень удивительное благословение в Абадуту Махаража. Он сказал, что все, чего ты коснешься, превратится в золото. Многие считают, что это связано как-то... Многие считают, что это как-то связано с разными социальными проектами миссии, потому что они успешны и так далее. Но на самом деле это благословение, прежде всего, касается сердец. Потому что, когда кто-либо соприкасается с Абадутой Махаражей, мы видим, что все лучшее в них проявляется, усиливается, и просто каменная, стальная броня наших сердец постепенно превращается в золотое ядро. Правда, на очень короткое время. Это неправда. И мы очень признательны Шелевадуту Махаражу за то, что он когда-то подобрал нас. Потому что человек, который знает цену золота, он подберет его, даже увидев в грязи. Увидев в нас что-то хорошее, что-то издали напоминающее золото, он подобрал, очистил, расплавил и придал этому форму. Если касается тебя, ты сам пришел, тебя не выгибал. Меня не касается. Касается очень многих замечательных преданных, даже тех, которые от вас прячутся. Я бы сказал следующее. Я бы сказал, что я думаю, что достаточно. Есть принцип кулу, который мы должны мечтать. Поэтому, если мы принимаем на себя эти обязанности, это обязанности. Учитель – это не положение наслаждения, это обязанности. И, к сожалению, я могу сказать, что я точно знаю, что я недостойный. Но, тем не менее, мы говорили о том, что мать, она присутствует с учениками. И мать присутствует с детьми. Дети делают мать совершенной. Потому что мать, если бы не было рядом детей, могла бы вести себя по-другому. Но когда она видит, что дети рядом, она контролирует себя. Она говорит им удивительные вещи, что, например, я никогда не прогулала школу, никогда не получала двойки. И для детей это правда. И для матери это хорошо. Потому что мать живет с вами высшими проявлениями. В этой связи я очень благодарен Притху Прабу. Я хочу сказать, что, на самом деле, наш питерский храм, я в нем бываю единицы дней в году. Этот храм самый главный. Это храм Гуру Дева. Он поддерживает здесь процесс духовной практики. Это очень важный храм. Это сердце, сознание Кришны в России. Божество Радхи и Кришны еще никто не установил в России. Столь удивительные. И сейчас мы видим, что по милости Рады Мадовы в Праяге есть тоже божество Рады Мадовы. Скажем, что по милости Рады Мадовы, это в Праяге говорят на Кумбамиле, все происходит здесь. И поэтому божество Рады Мадовы – это одни из божеств России. Это одни из божеств Кришны, который пришел в Россию. Это удивительные божества. Этот храм имеет определенное историческое значение. Я очень счастлив, что в нем сегодня у меня есть возможность встретиться. Потому что в целом я планировал лететь в Киев и не праздновать свой день рождения, а заниматься бамбуковым на фестивале. Но тем не менее посетить питерский храм – это была моя удача и возможность. Я думаю, что на этом мы закончим, перейдем к процессу арати. Это было в том, что сказанное здесь, и многие предные также написали вам подношение, которое мы вам передадим. Это нисколько неформально, а скорее это подношение наших сердец, пусть даже несовершенных, и грехологов, но тем не менее чуть-чуть искренней. И поэтому мы очень надеемся, что вы примете это и задействуете у нас в преданное служение, потому что иначе у нас нет другого пути. С задействованием у нас нет проблем. У нас огромное количество проектов, огромное количество служения в храме. И те преданные, которые приходят сюда, у нас есть студия, театр, кино, кухня, мусор. У нас на все случаи жизни есть всегда служение, и наша кухня – это всегда место, где самые сокровенные духовные вещи происходят. Кто-то хочет узнать, что это осознание Кришны, он должен попасть с волонтером на нашу кухню, и там он узнает все о божественном, безграничном. Мы потом уже позже дали куда-то. Кришны.